книга открытым окон вопрос 4088 том 30 тема церковь до самого диамида дошло ли с кем он был в одной упряжке надолго ли хватит этого запала отвечает игнатий тихонович лапкин похоже что размежевание серьезное судя по его интервью он вовсе не намерен быть таким же как его вчерашние сотоварищи если бы он вышел на благовестия со своими друзьями мне так кажется что он нас не воспринял бы ибо он ближе к тем кто не пошел на объединение с м.п. ибо они также за церковнославянский язык и прочее какая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою евангелие от мотфея 16 глава 26 стих кавычки открываются испытания православным чукотки которые по-прежнему поддерживать владыку диамида посланы тяжелейшие что заезжим церковником что заезжим церковным чиновникам в рио как на тихончик аббревиатура да что заезжим церковным чиновникам временно исполняющим обязанности управляющего анадырской и чукотской епархий архиепископу марку ту же и кого и и романаху агафангелу белых с братьей до страданий православных соотечественников они сами исповедуя психологию временщиков поражены бациллами эгоизма и корысти конечно же человек слаб особенно если он не укреплен православной верой верой и любовью к ближнему верой в добро и справедливость используя средства массовой информации господа пытаются посеять раздор и смуту среди жителей вместо того чтобы не только говорить а уже кричать о наиважнейших вопросах связанных с нашей сегодняшней жизни это и по сей день узаконенные государством аборты наркомания открытая пропаганда садовских грехов расстреление детей глобализации куменизм насилия демографический кризис убийства все замалчивается вот об этом и болеет душа владыки диамида об этом владыка сколько раз твердил архиереем призванным ввести людей ко спасению они к их погибели гтрк чукотка в одностороннем порядке разыгрывает один и тот же сценарий предлагая на всеобщее обозрение архиепископа марка который с экрана телевизора только и делает что улит владим владыку диамида священников поддерживающих владыку и обвиняет постоянных прихожан храма в нечистоплотности а люди видя плоды дел владыки марка отвращаются и поэтому вынуждены молиться на квартирах а это уже нарушение прав верующих церковь как учат святые отцы должна являться образцом нравственности терпимости уважения сказал господь берегитесь лже пророков которые приходят к вам в овечьей одежде а внутри суть волки хищные по плодам их узнаете их ивангель от мотфея 716 последние в кавычках делишки совершаются людьми нанятыми в кавычках миссионерами никогда помогавшими владыке диамиду все в той же бочке где ранее по благословению архиепископа марка сжигались иконы из храма преображения господня совсем позабыв про церковный устав рпц статья 20 который голосит вдовствующие епархии временно управляет архиерей назначены патриархом московским и всея руси в период вдовства архиерейской кафедры не принимаются никакие дела касающиеся реорганизации епархиальной жизни и ас и не осуществляются перемены в работах начатых в период предыдущего архиерея они дожигают последнее анадырское храмовое имущество как же впереди престольный праздник продукты епископа диамида которые присылали с камчатки владыки его духовные чада уже давно разворованы расхищены и унесены хабаровскими семинаристами вне известном направлении не свое же хотя если судить по последним заявлениям действиям и решением церковного начальства рпц мп то она в значительной степени обеспокоена только вопросами относящимися к объектам собственности хозяйству и финансам так что чему тут удивляться к большому сожалению местная власть тоже одобряет это расхищение зачем кавычки открываются зачем владыке диамиду так много продуктов когда так много нуждающихся недавно заявил на встрече с прихожанами мэра города крепкий хозяйственник щегольцов андрей геннадьевич тогда почему бы митрополиту кириллу гундяеву не снять свои сбережения в зарубежных банках и не раздать их неимущим а еще лучше поделиться с ними своей недвижимостью и среди обездоленных жителей чукотки найдутся такие которые по сей день нуждаются в улучшении жилищных условий недавно назначенные и отец настоятеля храма преображения господня иеромонаха гафанкилов поведал о том что треба в анадыре остаются бесплатными но со слов прихожанки зои петровны складывается совсем другая картина в прежние времена в храмах анадыря не требовались деньги за требы и человек по возможности мог их просто пожертвовать совсем недавно ее знакомая присутствовала в соборе живоначальная троица на крещении своего внука после чего к ним подошел священник и сказал чтобы они заплатили деньги за совершенный обряд да действительно жизнью господина белых налаживается да вот только с его слов работа по восстановлению нормальной епархиальной жизни на чукотке омрачается регулярными провокациями в частности связанными с сожжением икон германаха гафангел пожаловался сми что это черный пиар как бы не пришлось ему предстать пред судом божиим за участие в преступлении по сожжению все те же икон и попасть под анафему ругающимся и хулящим святыня иконы святые иконы анафема из чина анафематствования со слов и романаха агафангела оказывается причиной их с ладыком марком иконоборчества стали зелоты которые якобы помешали семинаристам сжечь иконы а пепел все же подлежал погружению в проточную воду видимо он и тут дал осечку забыв что в речку казачку спускаются все канализационные отходы города анадырь к тому же в кавычках добросовенность в кавычках церковных мужей вышла из-под контроля не горе сжигать портрет самого патриарха алексия 2 русский человек до удивления терпелив терпит и владыка диамид несмотря на клевету предательство обман мошенничество вымогательство ограбления храмов и присвоение частной собственности и не с числа этим страшным бедам терпение пока сохраняют и постоянные прихожане чада владыки к моменту возвращения владыки ванадырь из поселка на мысе шмидта у них возникли разные проблемы и были заняты и были заданы ему все наболевшие вопросы как дальше жить где молиться на вопрос как относиться к тому что архиепископ марк запретил служение священников которых все давно знают любят и верят им владыка ответил что цитата прещение наложенные архиепископом марком на священнослужители анадырской и чукотской епархии протерея василия байдаченко и романаха спиридона бахарева и иреев александра белого и василия мезенцев не действительные батюшки не поддерживают архиепископа марка видя его демоническую сущность он может запрещать служение своей епархии но здесь он назначен временно самое главное незаконно игнорируя все каноны патриархия совершила свое очередное злодеяние даже будучи законным временным управляющим он не имел бы полномочий нарушать устроение жизни в чужой епархии поэтому проищение недействительным существует видео и фотоматериалы где архиепископ марк молится с католиками на вопрос почему же тогда владыка не предал и его анафеме владыка сказал что архиепископ марк подпадает под эти анафемы автоматически потому что вместе с католиками тоже молится это одно потом недавно как вы знаете он благословил сжигать иконы храма преображения господня а это иконоборчество ересь это есть была осуждена на седьмом вселенском соборе в 787 году в городе никеи 367 святых отцов высказали православное мнение по поводу иконопочитания и те кто это мнение не принял и боролся уничтожал иконы они подпадают под анафему этих святых отцов поэтому архиепископ марк уже не архиепископ он просто простой мужик тужиков вопреки 74 апостольскому правил архиерейский собор не только запретил в служении но отстранил от управления анадырской чугодской епархии владыку диамида но большинство истинно верующих людей в россии не принимают этого решения также с этим не согласно и чугодская паства которая не ходит в храм где правящим архиереем на богослужениях поминается архиепископ марк являясь чадами рпц они вынуждены молиться на квартирах на вопрос о том если выход из этой ситуации владыка ответил что цитата архиепископ марк действительно захватил храмы и администрация ему потакает пока народ удается сдерживать хотя люди уже готовы пойти и отобрать храм который превратили в столовую храм прежде всего место молитвы их родной дом имущество храма которое они сами созидали создавали растаскивается разворовывается и уничтожается по благословению архиепископа марка на днях по местному телевидению показали сюжет смысл которого сводился к тому что с приездом архиепископа марка в храмах начались уборки и ремонты а до этого как будто ничего подобного не проводилось показали картинку в храме куча хлама и пустых коробок которые сами же для съемок и накидали чтобы показать всем что наши храмы запущенные заросли грязи наши прихожанки которые следили за чистотой храм в храме ползали мыли скоблили посмотрев этот сюжет плакали что же мы выходит свой храм так не любим если ничего не мы или не чистили там никогда но и у кого архиепископ марк выставил грязнули меня да он просто людям в душу плюнул потому что люди для него ничто я думаю рано или поздно ситуация все равно выйдет из-под контроля народ уже зреет конфликту я пока убеждаю людей только молиться но все равно народ считает что должен и внешне какие-то действия проявить в отношении храма назревает конфликт он может произойти уже даже на преображение господня совсем недавно журналист из гтрк чукотка иван колесников попросил ладыку создать несколько попросил ладыку сказать несколько слов для новостной программы встреча была внезапной но ладыка согласился ответить на его вопросы интервью так и не смогли увидеть жаждущие правды анадырцы владыка благословил обнародовать его в печати владыка какова цель вашего возвращения в анадырь я себя полномочий как главы анадырской и чукотской епархии не снимал единственное изменение которое произошло в епархии это то что она называется теперь вдовствующей вдовствующей является и московская патриархия потому что патриарх алексий своим поступком на архиерийском соборе нарушил каноны когда меня сняли с епархий хотя на суд церковной они меня не вызывали а это незаконно архиепископ марк как уже называют его в народе мрак поступает не чистоплотно грязь льет и везде пакостит возле храма дорожки они пораскидали и всем говорит что диамид после себя оставил а там всегда было чисто и никогда не было мусора то есть открыто лжет вы пытались встретиться с марком я не считаю это нужным и полезным если мои личные вещи остались в храме и и мне их вернули и мне их не вернули это порядочно продукты остались у них которые передавались камчатки мои духовные чада я там служил восемь лет и до сих пор мне помогают это порядочно вы наверное слышали что сломали сайту хабаровской семинарии голые дева говорят туда по накидали и опять обвиняют диамидовцев чего не коснись во всем виноваты диамид в чем вас обвиняют в нецелевом использовании средств которые которые накопал владыка марк вешает на меня от семи до десяти миллионов в год утверждая что эти средства имела чукотская епархия с храмов так что так если посчитать то за восемь с половиной лет выходят примерно 80 миллионов сейчас владыка марк просидел в она дыре более месяца вот пусть он посчитает наличные что он получил даже от цен который он поднял учтет процент от повышения цены умножить на 12 а потом на восемь с половиной лет и получит то что я мог иметь это что я тратил на закупку стройматериалов если он такой экономиста пусть прикинет своими мозгами по нашей информации не хватает каких-то документов все документы есть наша епархия примитивная епархии наша епархия примитивная епархия у нас народу служащего всего от силы 10 12 человек и люди все порядочные и честные марку далеко до таких людей понятно что владыка марк выполняет заказ митрополита кирилла которого я обличил и произнес ему анафему филарету белорусскому и патриарху за то что они участвуют в ереси экуменизма глобализма и цареборчества меня обвиняют в несоблюдении канонов а сами себе противоречат еще в 1993 году в западной печати прошла прошла информация про митрополита кирилла где говорилось что он является тайным кардиналом но в суд он газету не подал а меня обвиняет в клевете он ведет про католическую политику и всех нас доведет под власть и всех нас ведет под власть папы католика известно что он встречался с папой целовал его руку чем выражал власть папы над собой мы не против католиков если они мирно живут и не занимаются прозеритством и нас православных не обращают католическую ересь известно что в москве в католическом храме непорочного зачатия 35 русских россиян были крещены в католическую веру там присутствовал представитель и митрополит представитель от митрополита кирилла как сейчас говорят крышевал то есть давал благословения на прозелитизм если раньше с пеной урта митрополит кирилл доказывал что католики на нашей территории осуществляет прозелитизм то сейчас он дает благословение на прозелитизм и наше окатоличивание почему да потому что он не посты а банкир бывший табачный митрополит вы службы не прекратили почему прекратили продолжаем ездить по селам служить свою миссию выполняем а что священий а что со священниками которые вас поддерживают они продолжают все так же служить и все решения архиепископа марка в отношении священников не действительны они антиэкономичны вы поедете на сенот я им уже анафему произнес свою позицию высказал еще 17 июля а до этого я патриарха поминал а сейчас просто поминаю его место патриархия всему миру показала себя с нехорошей стороны на соборе и обнажила свой сатанинский оскал мы знаем что в миру человек болеет и он приносит справку по болезни у нас точно такие же каноны я представил им справку и тем не менее они объявили меня преступником если бы я хотел выразить свой димаш я бы справку не предоставлял это они преступники церковных канонов и которые нам оставили святые апостолы и отцы церкви каноны надо уважать и им надо подчиняться почему вы не пытаетесь убедить марка архиепископ марк это мальчик на побегушках у митрополита кирилла он выполняет его заказ а заказ какой либо меня в психушку поместить либо посадить в тюрьму а для этого надо накопать марку на меня компромат вот сейчас мой духовный собрат этим и занимается я готов сесть в тюрьму и патриархия еще раз покажет свое истинное лицо по скрипту архиепископ марк делает все возможное невозможное чтобы исполнить этот заказ война на уничтожение владыки архиепископом марком с помощью семинаристов омоновцев в карнавале мирских страстей меняющих светские костюмы на церковные ведется беспощадная жаль парней плохую школу они проходят у своего хабаровского учителя они лучше бы им попахать в армии да еще в стройбате хватит пользоваться постоянным церковным блатом своих начальник судя по всему правоохранительным органам беспрерывно выезжающим на заседание архиепископ марка это нервотрепка надоела они просто потешаются над православной хабаровской братьей или тайно выполняют приказ второе послание коринфянам 11 глава 26 стих много раз был в путешествиях в опасностях на реках в опасностях от разбойников в опасностях от единоплеменников в опасностях от язычников в опасностях в городе в опасностях в пустыне в опасностях на море в опасностях между лже братьями из праха бог адама сотворил первейшего и первого с душою и сразу же его грозясь предупредил чтоб не грешил в раю так хорошо им но его же сомнительным считала все сказанное богом хотя не ей адаму и херувим с мечом не пастырь палкой стоит у в райских врат и нам подавно перед изгнанием из теплого местечко господь черту наказом огорошил что смерть вошла в них и они не вечны бессмертия лишь в будущем и прошлом ты взят из праха в прах и возвратишься и кладбище с тех пор у смерти жатва червям могильным стало тело пищей все в этой жизни ненадежно шатко конечно змей про это все прознал на то он и вражина повсеместные пошли болезни войны и резня он божьим словесам творит в отместку решили распаковывать и мощи почитать кромсать и резать по шамански гнусно решила раскапывать и мощи почитать кромсать и резать по шамански гнусно у режущих в башке одна мечта урвать бы святости как листик от капусты и не дай и не дают в прах возвратиться снова в ковчежец с ракой запасают трупы противники словам владыки еговы конечно же и здесь враг просчитался крупно на вызов брошенные врагом через монахов евангельское слово течет из уст христа он соберет частички тел из праха и повелит в последний день восстать бог называет спящими во прахе всех отошедших не будите их иначе гром по клобукам вам трахнет по клобукам вам трахнет взъяряться более прослушав этот стих 2 2 декабря 2008 год игнатий лапкин 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 е.